Путешествуя, встречаешься с разными людьми, слушаешь разные необыкновенные истории, и, конечно же, сам попадаешь в приключения. И порою начинает казаться, что все это не случайно, и кто-то управляет нашими действиями. По пути на Телецкое озеро сломалась коробка передач. Не фатально, но так, что пришлось повернуть обратно. Алтай не пустил нас. Но из любой ситуации всегда можно найти выход. В этом фильме я расскажу, как мне удалось починить машину и о продолжении маршрута по достопримечательностям Хакасии. Уже позже в сети читал много отчетов о том, как у людей ломалась машина по дороге на Телецкое. Мистика или нет, не знаю, но моя поломка весьма странная. Перестали работать третьи-четвертые передачи. Они включались, но машина на них не ехала. Стояла, как с выжатым сцеплением. Пришлось повернуть обратно, не доехав до Телецкого километров 20. Поломка, конечно, не смертельная. На первой, второй и пятой можно довольно неплохо двигаться по шоссе. Можно, конечно, было продолжить Путин и Укок. Там выше второй все равно не нужно. Но ехать в Магадан с проблемной коробкой, не зная, что с ней реально случилось, точно нельзя. В итоге мы отправились обратно в сторону поселка Акташ в надежде найти там сервис. Дело в том, что я перебирал коробку примерно полгода до поездки. На тот момент она прошла чуть больше шести тысяч километров. Было предположение, что на грейдере открутился болт фиксации вилки передачи и все можно легко починить. Тот день сегодня провели на сервисе. Совершенно бездарно. Заехали по пути поселок Ангудай на станцию техообслуживания, где решили, что на самом деле просто выкрутился болтик в коробке. Сейчас мы все быстро исправим. Вот. Сначала полдня мы ждали, пока мужики закончат ремонт своих машин. Потом, наконец, они занялись млюком. Еще полдня они его разбирали. Вот. Очень долго вытаскивали коробку. Наконец, они ее вытащили, разобрали. И оказалось, что нифига там не винтик. А там срезало шлицы на третьей-четвертой передаче. И починить это в Ангудай невозможно. И еще третий полдня они ее собирали. В итоге было принято решение, что коробку из Москвы вышлет транспортной компании. Через один-два дня она должна быть в Новосибирске, а мы должны добраться до Новосибирска своим ходом. До Новосибирска сейчас порядка 600 километров. В итоге двигаемся в режиме вторая передача, пятая передача. Режим достаточно такой простой. Если ехать по ровной дороге, можно разогнаться до 40, а потом переключиться. И, собственно, после 70 машина снова едет на пятой передаче. Вот этот диапазон от 40 до 70, он самый проблемный. Соответственно, в горке я забираюсь как дагестанский КАМАЗ, чадя дымом и залезая на 40 километров в час. Вот меня, наверное, скоро проклянут все местные водители. Но деваться мне некуда. Приходится ехать именно в таком режиме. В итоге события складываются следующим образом. В среду ломается коробка. В четверг почти целый день мы провели на сервисе в Ангудай. В этот же день решаем отправить коробку из Москвы самолетом, благо старая лежала в гараже. Андрюха заказывает доставку и коробку забирает транспортная компания. В пятницу мы потихоньку добираемся до Бийска, а коробка ждет своего перелета в Новосибирск. В субботу уже ночуем на Новосибирском водохранилище. В воскресенье утром я отдаю машину в сервис в Новосибирске. В понедельник утром собираю коробку на замену. Отдаю свою старую сломанную коробку для уже неспешной отправки ее в Москву. И под вечер мы уже мчим дальше навстречу новым приключениям. Хочется сказать большое спасибо всем друзьям, всем знакомым за ту помощь, которую они оказали в этой сложной ситуации. Действительно может случиться в дороге все, никто не может спрогнозировать вот эту ситуацию с коробкой, сломалась совершенно на пустом месте. И если бы не помощь друзей, ну, наверное, было впору впасть в уныние. Спасибо Андрюхе отморозню за то, что он сейчас решает, собственно, проблему с логистикой моей коробки. В этот самый момент он ждет транспортную компанию, которая заберет коробку, отвезет в другую транспортную компанию, где ее отправят в Новосибирск. Хочется сказать спасибо знакомому Денису из Барнаула, который постоянно находился на связи со мной, советовал, где лучше чиниться, где лучше искать коробку, сам обзванивал друзей. Вот сейчас посоветовал мне сервис в Новосибирске, где есть его знакомые, куда мы, собственно, и отправимся. Хочется сказать спасибо Родиону, который тоже обещал помочь в случае финансовой необходимости. В общем, всем-всем-всем, кто сочувствовал, кто добрым словом поддерживал, спасибо вам большое. Это, на самом деле, очень важно и ценно. И имея таких друзей, точно нигде не пропадешь. Ну что ж, прошедшие несколько дней мы чинили машину, меняли коробку. В общем-то, ремонт позади. Сейчас поставили старую коробку, которая пролетела из Москвы. Все удачно поменяли. И вчера целый день ехали, приехали в Кемеровскую область. И дальнейший наш план будет пробраться через горную Шорию в Хакасию. Вот сейчас мы находимся на дороге, ведущей в сторону Хакасии, в сторону поселка Аскиз. Примерно 75 километров Грейдера. А дальше пойдет неизвестная дорога. Что нас ждет, точно не знаю. Все как всякое может случиться, но на то они и приключения. А пока мы любуемся прекрасными видами вот этих лесистых гор, красивой дорогой, вьющейся по склонам гор. И движемся вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы преодолели 84 километра по горному Грейдеру. Приезжаем в деревню Ортон, откуда начинается уже черная дорожка по карте в сторону Хакасии. Сейчас будем пытаться узнать, как вообще состояние дороги. Ну и, соответственно, пробовать по ней пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Примерно, наверное, прошли треть этого пути. В общем, это самая глушь этого маршрута. Дорога в целом простая. Есть некоторые коммерческие участки, есть подъемы с небольшими размытиями, но в целом вроде все едется. Места действительно здесь просто заповедные. Куча птиц, куча рыбы, но зверя пока не видели. Но сейчас еще разгар самого дня. Наверное, к вечеру, может быть, кого-то и повстречаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам удалось пройти маршрут из Кемеровской области в республику Хакасия через эту полузаброшенную дорогу. На следующий день мы планировали направиться в природный парк Ергаки, расположенный на юге Красноярского края. Но сначала решили заехать на Саяно-Шушенскую ГЭС. Она была почти по пути. Это крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией. Станция имеет самую высокую в России и одну из высочайших плотин в мире высотой 242 метра и длиной 1074 метра. Устойчивость и прочность обеспечивают действием собственного веса и упором арочной части в берега. Плотина врезана в породы левого и правого берега на глубину, соответственно, 15-10 метров. И вот все это величие оказалось скрыто в плотном тумане. Добрались мы до Саяно-Шушенской ГЭС. Она за моей спиной. Наверное, вы ее не видите. Я, в общем-то, тоже ее не вижу. Жуткий туман. Погода совершенно отвратительная. Льет дождь. Причем очень сильный дождь. Хотел сделать хоть какие-то кадры на препараты, то не получается. В общем, остается-то любоваться молоком. А еще удалось увидеть самую маленькую трамвайную систему, которая обслуживала один-единственный маршрут, соединяющий Саяно-Шушенскую ГЭС с поселком Черемушки. Между прочим, единственный в России трамвай, где проезд является бесплатным. Двигаемся в сторону Абакана. Такого стечения обстоятельств, в общем, давно не было. Просто какая-то карма свалилась на наши плечи. В общем, всю Хакасию заволокло туманом. Сплошной дождь с стеной не прекращаясь. Поэтому приняли решение не ехать в Игергаки. Там по прогнозу тоже два дня будет лить. Решили отправиться в сторону Абакана и за городом потом посмотреть древние могильники, древние какие-то пещерные храмы, провалы и так далее. Надеюсь, что хотя бы там пока погода не испортилась и хоть что-то мы сможем посмотреть. В итоге наш маршрут выглядел следующим образом. От Саяно-Шушенской ГЭС мы отправились на север через столицу Хакасии, город Абакан. Первой нашей целью стало удивительное и загадочное место – Большой Салдыбский курган. Неподалеку от него находится самая известная и самая большая пещера Хакасии – Бородинская. Затем мы отправились в одно из самых загадочных мест Хакасии – в горной гряде Сундуки, в долине реки Белый Юз. Там же неподалеку находятся древние менгиры – первое достоверно рукотворное сооружение, дошедшее до наших дней со времен Медного и Бронзового веков. И в завершении мы посетили древнейшую крепость близ озера Беле на горе Чалпан. Каждый из этих мест по-своему уникально, поэтому отправляемся в путь. Мы направляемся в место под названием Долина царей. Это место захоронения древних царей. Среди всех мест особенно выделяется Большой Салбыкский курган. Своё название он получил по Салбыкской катловине, которая находится в Камызиакской степи примерно в 70 километрах от Абакана. Предполагают, что курган изначально выглядел вот так, как пирамида. Земляная наса первоначально достигала высоты 25-30 метров. К моменту раскопок насыпь сильно оплыла, однако сохранила геометрическую правильность формы, благодаря тому, что главное ядро и облицовка кургана были сложены из дерновых брикетов с прослойкой из глинистого материала. Плиты, которыми окружен курган, вызывают много вопросов. Дело в том, что высота некоторых из них 8 метров, а вес около 60 тонн. При этом добывали их в каменоломне, которая находилась в 50 километрах от кургана. И совершенно непонятно, каким образом эти многотонные глыбы были доставлены сюда много веков назад, и как их смогли установить в вертикальном положении. На каменной плите видим какие-то знаки, очень похожие на петрогрифы, как нам раньше объясняли. Если на камне вот эта вот часть уже темная, значит, этому рисунку уже много тысяч лет. Потому что современные все рисунки, они белые. Вот изображение, наверное, какого-то человека сидящего. А вот тут вот прям по-русски написано. К западу от поселка Толчия находится один из хребтов древних Азертальских гор. Здесь и находится одна из самых известных пещер Хакасии – Бородинская пещера. Взбираемся по тропинке. На самом деле, наверное, можно было... Не, нельзя попробовать подъехать. Там в конце нас ждет большой камень. В общем, в любом случае, небольшой подъем пешком предстоит. Впервые в Сибири здесь был найден первый жемчуг, что и принесло ей популярность. А еще в пещере находится самый большой в Сибири сталагмит под названием Пагода. Допустились почти на второй ярус. Попробую немножко пройти еще дальше. Пещера огромная. Пещера очень большая. Огромный свод просто чудовищных размеров. Сейчас попробуем поближе. Куда-то поснимаем. Пещера дальше уходит куда-то дальше. Наверное, там пойдет серия еще таких же коридоров. Собственно, этим и знаменитая пещера, что состоит из нескольких таких больших комнат. Говорят, даже есть вроде плацевой маршрут. Но сейчас, наверное, уже пробовать не будем туда пробраться. Только попробую показать объем этой пещеры. Он просто сумасшедший. Давно не был в таких огромных пещерах. Воймишка летает. Наш путь лежал на северо-запад. Проехали озеро Шира и поселок Жемчужный. Озеро известно своими целебными свойствами воды. Но, увы, даже запарковать машину рядом с озером и то можно только за деньги. Поэтому двигаемся дальше к уникальному и мистическому месту под названием Сундуки. Это место называется Сундуки. И тоже окутано тайными легендами. Вот та скала, к которой мы идем, по мнению ученых, очень напоминает место, где древние люди занимались новолюгением неба, небесных тел и, собственно, ну, астрономией. Попробуем сейчас туда добраться. Попробуем взглянуть невооруженным взглядом на небо. Что-нибудь, может, увидим. Название гряда получилось из-за скалы в виде куба, похожего на сундук. Горная гряда простирается на 4,5 километра с севера на юг и состоит из пяти сундуков. Пишут, что здесь очень странная акустика. Если человек говорит наверху, то его слышно в 200 метрах ниже. Форма горы напоминает подкову, по которому идет звук. Мы направились к первому, самому красивому и самому мифическому сундуку. В этом месте была обнаружена могила шамана и камень, на котором были изображены созвездия другого полушария, некоторые звезды которого видны только в телескоп. По мнению ученых, здесь располагалась мировая гора, астрологическое святилище, включающее жреческий храм и древнейшую обсерваторию. До сих пор гадают, что это – обсерватория древних, культовое место, площадка приземлений инопланетных космических кораблей или все вместе. Весь комплекс часто называют храмом Солнца. Существует легенда, что хакасские духи пускают в это место далеко не всех, запутывают дорогу или посылают грозы сильными ветрами. Также есть поверье, что если обойти скалу по кругу, можно продлить жизнь. Главное – не перепутать направление. Правда, никто не мог сказать, в какую сторону идти – по часовой или против часовой стрелки. Продолжение следует... Покинув каменные останцы сундуки, мы заночевали на реке Белый Юс. Здесь, недалеко у дороги, находится большое количество менгиров. Менгир – это установленный человеком огромный вертикальный камень. Либо натуральный, либо обработанный до таких размеров. Они здесь повсюду, то отдельно стоящие, то целые скопления на огромной территории. Менгиры – фактически первые достоверно рукотворные сооружения, дошедшие до наших дней. В основном менгиры относятся к культурам неолита, медного и бронзового веков. Самое удивительное, что можно подойти и потрогать камни, которые были поставлены людьми тысячелетия назад. Но значение менгиров в течение многих веков оставалось загадкой. Версий много. Либо это культовые ритуальные ограждения, либо определение границ владений, либо астрономическая система визиров. Мне стало интересно, как это все выглядит сверху. Поднял коптер и немного полетал. Какой-то логики и симметрии в их установке я не смог обнаружить. Видно, что они стоят отдельными группами. Может, у кого-то есть идеи, для чего они предназначены? Согласно исследованиям, количество менгиров в Хакасии составляет несколько тысяч. Редактор субтитров А.Семкин Мы находимся на горе Чалпан. За моей спиной озеро Белье. Это уникальное озеро, состоящее из двух полуозер, соединенных небольшой перемычкой. Одно из озер пресное, а другое минеральное. Вот эти минеральные отложения очень полезны для здоровья. Здесь даже есть спонтанный курорт грязелечения. А сама гора интересна тем, что здесь сохранились остатки крепости датированные две тысячи лет до нашей эры. Конечно, стена уже сильно разрушена, но есть небольшие участки, которые явно видны. До наших дней дошли лишь развалины крепостной стены, в котором более двух тысяч лет. На южном склоне горы есть уникальная писаница, представляющая собой графическую летопись истории. Археологи им установлено, что некоторые из наскальных изображений горы Чалпан относятся к второму тысячелетию до нашей эры. На этом наше путешествие по Хакасии закончилось. Мы добрались до Красноярска, откуда Алена улетела домой. А я на следующий день отправился дальше по маршруту в сторону Байкала и далее в Якутскую Колыму. Но об этом в следующих сериях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем удачи вне дорог. Субтитры подогнал «Симон»!